Друзья мои, всем привет! Снимаю очередной гайд для вас про второй этап третьей годовщины игры State of Survival. По истечению 7 дней первого этапа начинается второй этап и с ним приходят новые задания. В архив уходят предыдущие, это электровечеринка и игровой автомат. И начинаются новые задания, которые называются Нехватка стали, цветные фонарики, набор сплочения, праздничное пополнение И, как мы видим, щенячья вечеринка продолжается, как и в первом этапе. Так, давайте пойдем по порядку. Нехватка стали. У вас каждый день 10 попыток, 10 возможностей почистить радар, чтобы получить мастер-ленты и стальные балки. Здесь все понятно и просто. Просто разведку проходим, что делаем каждый день. И забираем наши необходимые для Дня надежды музыкальные вечеринки и фестиваль годовщины элементы. Значит, второе, тоже интересное, на мой взгляд, это цветные фонарики. Здесь нам нужно выполнить 16 заданий. Задания все очень простые. Единственное, на что нужно обратить внимание, здесь можно сделать пополнение на 2500 биокапсул, чтобы как бы все закрыть. Я думаю, закрытием всех этих заданий ни у кого не возникнет сложностей. Но самое интересное, что здесь. То есть мы закрываем задания по вертикали и по вертикали и по горизонтали. К примеру, вот первое, пятое, девятое и тринадцатое. Давайте посмотрим, что это за задание. Первое, это просто вход в игру. Пятое, это у нас помочь с таймером. Девятое, это уничтожить 30 зараженных. И тринадцатое, это обучить войска в количестве 2500. То есть, когда мы эти 4 задания выполним, у нас появится возможность забрать мастер-лентой 80 штук, ускорители и ресурсы. И вот так мы закрываем по вертикали и по горизонтали все ряды, чтобы забрать все эти 8 наград. Итак, пошли дальше. Кстати, задания все и вся информация также расположена на нашем сервере в Дискорде. Поэтому, если хотите, можете там тоже все это посмотреть. Значит, следующее, куда мы идем, это набор сплочения. Здесь обратите внимание и будьте внимательны, что когда вы здесь покупаете тот или иной набор, в первую очередь вы забираете верхний ряд. То есть, вот если я покупаю вот этот набор, я получаю вот эти награды. Снизу число покупателей 65. Что мы здесь видим? То есть, когда мы его покупаем, я могу здесь в том числе забрать то количество, соответствующее которому купили люди вот этот пак. То есть, сейчас вот 75 я не смогу забрать. Я заберу 60, 40, 30, 20 и 10. Так как здесь уже, в принципе, 65 человек приобрели этот набор. Как только 75 человек приобретут его, вот этот набор, то последний пак тоже заберем. Если на примере первого, если я сейчас его куплю, то я, в принципе, все, что вижу на экране, я все забираю. Потому что уже число покупателей 744. А тут нужно всего 500. Ну, награды вы видите на своих экранах. Так, пошли дальше. Следующее, что у нас идет по списку, это праздничное пополнение. Здесь, в принципе, тоже связано с пополнением в игру. Нужно каждый день пополнять на 7500 биокапсул. Обратите внимание на то, что нужно 5 дней подряд пополнять, чтобы забрать именно облик марша. То есть, если вы какой-то день пропустили, и в остальные дни пополнили, то облик марша вы не получите. Естественно, наградой за пополнение вот эти дополнительные получите, но облика вам не видать. Нужно 5 дней подряд. Поэтому, если вы решили все-таки забирать облик, имейте в виду, что надо будет 5 дней подряд это делать. Итак, пошли дальше. День надежды и музыкальная вечеринка. Вот те самые балки, которые мы будем получать с разведки, с пополнений и так далее, мы здесь будем жертвовать. Каждый день у нас 20 попыток, чтобы забирать случайные награды из нижнего ряда и верхние сундуки в зависимости от количества пожертвований. Я думаю, с этим тоже никаких сложностей не возникнет. То есть, мы жертвуем 20 раз и забираем награды. Награды также вы увидите на своих играх. Это 25 мастер-ленты, обсидиантовая скрипка, билет 1. Дальше 20 здесь мастер-ленты, 15 и 10. Ну и естественно, ящики с резонаторами. На выбор. Это у нас Вако, Хлоя и Микота. Итак, в принципе, на этом все. Второй этап, я думаю, не составит вообще никаких сложностей для игроков. Поэтому все будет легко и просто, я думаю, пройти. Итак, давайте поговорим немножко о резонаторах, потому что на первом этапе очень много игроков, в том числе фри-то-плей, на фармеле, ну прям реально очень большое количество фрагментов для резонаторов. Это опять же Вако, Хлоя и Микота. И очень много вопросов возникает, каких героев все-таки качать. Вот я сейчас попробую озвучить. Значит, смотрите, Вако это лучший герой-пехотинец для поколения 6-1. То есть от первого до шестого поколения. И одиннадцатое поколение в том числе. То есть седьмое, восьмое, девятое, десятое поколение мы с Вако не используем. Поэтому в зависимости от возраста вашего штата вы уже делаете свои выводы. То есть еще раз, первое-шеестое и одиннадцатое поколение мы используем Вако как хорошего героя-пехотинца. Дальше Хлоя. Сразу хочу озвучить, что для тех игроков, у кого есть Джокер с резонацией на сто процентов, то Хлоя, в принципе, не нужна. Она немного слабее Джокера, она его заменяет. Если у вас нет Джокера, то, в принципе, я бы посоветовал брать Хлою. Хлоя хорошо резонируется с поколениями 3, 4, 5, 7, 9, 11. Вот как-то так. И Микота. Микота хорошо в ПВП себя показывает. И резонируем мы ее с четвертым, седьмым и одиннадцатым поколение. И, кстати, Микота очень хороша для ловушки. Поэтому здесь уже вы должны сделать свой выбор сами. Опять же, вся эта информация есть в Дискорде. Как-то так, друзья мои. Надеюсь, второй этап годовщины пройдет намного приятнее, чем первый. Потому что немножко были конфликтные ситуации у игроков. Но для меня, понятно, вообще непонятно. И люди ругались между собой из-за этих ящиков. Но, надеюсь, вы с этим не столкнулись. Я вам желаю хорошо отыграть второй этап. Естественно, как только какая-то дополнительная информация будет, я для вас сниму дополнительный ролик. Желаю всем удачи и пока.